Субтитры сделал DimaTorzok Супер, у меня есть презентация, мне девочки приготовили, мы ее сейчас посмотрим. О, класс! Вот таким образом новым. Я в первый раз в Инстаграме вижу, что кто-то презентацию делает, но давай экспериментируй. Давай попробуем. Новые фотографии как раз налепили. В общем, что мы делаем, мы представляем компанию, которая является учредителем. Это DimaTorzok, центральная Азия, у нас есть партнеры в Африке, Филиппина, Индии, где мы сейчас тоже платформно работаем. Еще я тренирую, конфликтирую по этим вопросам, занимаюсь видеопроизводством. Ну, это такой большой бэкграунд именно видео. И хочется, конечно, изучать серию новую, VR и остальные. На седьмом канале, то есть, всего удалось за 4 года добиться никаких невероятных результатов в Интюбе, в социальных сетях вообще. Там мы занимались одной из... Вот, которая отработка, может быть, слышал, нет. Называется «Второй экран», когда можно играть прям с телевизором. То есть, ты берешь гаджет в свой телефон, и по технологии схожей с Shazam, ты играешь непосредственно с телеком. И люди там играли прям с телевизора. Мы разыграли 3 айфона за 3 месяца и поездку в Турцию. То есть, потом мама, я помню, звонила этой участнице, которая играла с нами по этой технологии, говорила, «Все выходные моя дочь играла с телеком, что вы с ней сделали? Она вообще выходные с нами не проводит». А мы вот 2 часа заставляли людей прям играть. То есть, задавался вопрос в телеке, отвечать на него надо было прям, сидя на диване у себя дома. И пока ответ там звучал в телевизоре, ты должен был до этого момента ответить за себя в гаджете. Но эта технология принесла нам такой хороший успех. В Казахстане до сих пор ее никто не повторит. Хотя STS, например, или TNT в этом плане уже по приложению, по прям-экранам уже добились нерадных успехов, почему-то в Казахстане эти кейсы, ну так, прям мелькают, потом они забывают. Ну и блокплатформа Ювижн, это еще до этого, когда живой журнал «Блудрострете», он был заблокирован в Казахстане, у нас появилась своя блокплатформа, которую я руководил. Вот, и тогда я организовывал, на самом деле, уже первые такие, самые шаги по интернет-телевидению были у нас. 2012 год, 2013 год, когда YouTube в 2019 появился, у нас только 3G появился в 2012. И первые ролики-миллионники мы создавали именно тогда. Не понимая, как это работает абсолютно, привозили российских блогеров. Тогда приезжал Никита Зельцов из «Арамба ТВ», продюсерский центр «Макса-100500». Вся группировка приезжала, спасибо Еве, ныне выходцы «Литл Бик», Алина Пиазок, тоже снимали крутые, абсолютно сейчас невероятные ролики. И вот Алина, она сценировала тоже там числе. Ну и, собственно, наша компания, мы сейчас, мы знаем, есть чем похвастаться, у нас уже 17 золотых кнопок, которые мы продвинули в канал наших программах, в основном это «Казахстан», немного задействуем российский рынок, англоязычный рынок, канал «Састанца», вообще человек живет в Кайганде, имеет оборот где-то 50-70 тысяч долларов в месяц. В общем, такие неплохие доходы, видите, у него. Ну, а остальное это больше казахстанские телеканалы. В основном, чтобы вы понимали, YouTube казахский – это телеканал. Блогеров у нас пока мало, а телевидение мы полностью смогли трансформировать в эту прекрасную часть. Вот 150 серебряных кнопок серебряшки вручается за 100 тысяч подписчиков, с ними уже полегче. Ну и на казахском языке мы делаем очень быстро, четко и знаем, как делать. Ну и в наши рынки, недавно добавился Болливуд, с ним очень интересно работать с болливудскими студиями. Оказывается, что там есть большая потребность продвижения, защиты авторских прав. Мы потихоньку занимаемся этой экспансией. Ну и в целом, Genesys глобальный. Мы, так сказать, дочерняя компания, имеют очень много стартапов по всему миру. Это и фитнес-приложения BetterMe, требуют это Yamamama, очень большие классифайды, африканские стартапы, Gen2, CoreLag, это сайт номер один, Нигерия и Кинья Ганна. И очень много макетплейсов, например, GG, это аналог RLX, в Нигерии RLX, по-моему, закрылся, а GG остался. Ну и VR-цели, которые я преследую сейчас, мы в поисках как раз специалистов нетворкинга именно по сфере VR, потихоньку изучаем эту тему и армируем концепции, потому что, ну, наша глобальная задача и с нашим калифоргиническим офисом мы сближились именно по YouTube, познавать быстро и делать очень в таком динамичном варианте приложение в серии VR, каким в этой области быть средствами. Вот, это коротко обо мне. Круто, спасибо большое за представление, презентация вообще огонь. Девочки старались, у меня есть девочки, которые презентация 5 лет назад. И за 2 часа какой-то невероятный цикл обедит и выключил. Да, слушай, наверное, я тоже давай для твоих подписчиков представлюсь коротко. Паш Хигай, стартап-фаундер, 7 лет делал бизнес в России, последние там 3-4 года много нетворкингом занимаюсь, в прошлом году жил в Америке, в Сан-Франциско, работал в венчурном фонде и последний год делаю сообщество скромной своей фамилией. В нем мы фокусируемся на таком эмоциональном нетворкинге, душевном, неформальном, где можно с очень компетентными людьми, как ты, например, Саш, познакомиться, пообщаться, посоветоваться и получить какую-то обратную связь по тому или иному проекту. И самое главное, мне кажется, получить возможность построить отношения качественные, партнерские, бизнесовые, личные, самые разные. Ну вот эта тема мне сильно откликается, и поэтому мы ее развиваем и вот делаем такие эфиры, как с тобой, чтобы знакомить как наших участников, так и внешних людей с тем, какие интересные люди представлены у нас в сообществе. Очень привет. Паша, Саша. Да-да-да. Слушай, давай поговорим на какую-нибудь интересную тему. Обязательно, я думаю, надо сегодня VR затронуть. Вообще интересно там тоже твои планы послушать. Можно даже с этого начать, а потом как-то плавно уйти в бэкграунд, потому что хоть мы с тобой пообщались несколько раз, но все равно четкого понимания компетенции, проектов каких-то у меня пока не сложилось, к сожалению. Но есть ощущение, что у тебя очень классный бэкграунд, который надо просто порасспрашивать немножко. Ну, по VR у меня опыт не такой же большой, ты это знаешь, по концептуальным командам, которые мы сейчас делаем и планируем выходить. У нас есть несколько компаний, с которыми мы уже связались. Мы только с твоей, ну, что она уже консультирует технически, мы забираем подрядчиков для наших таких крутых идей. Мы в первую очередь взяли несколько месяцев назад Окулус, и нам сообщили при этом, что Окулус в Америке-то особо нет. Он сказал, знаете, многие американцы и иностранцы покупают, потому что в понедельник я вызвала большой ажиотаж, делать людям нечего. Вот покупали больше полумиллиона укусов в Америке, их там особо не осталось для выхода новой модели, и мы купили, по-моему, один из последних вообще в Алма-Ате, который был на тот момент, еще в прошлой модели. Вот, погрузились в это все, очень сильно изучили рынок, который есть, поняли, что контента мало, надо в нем расти. Очень много вамков и обсуждений прошло с нашими коллегами из Индии, из Америки по этому поводу. И для меня сейчас ключевая стратегическая цель обладает этим опытом видеопоизводства, сделать несколько новых проектов, близких больше к формату инурсивного кино, кино с подвижением, которое хочется посплатить в нашу именно виртуальную реальность. И немного формат в целом нам интересен, как и игры, и разработка всяких приложений, но с подтекстом одним, очень сильным, что это должно быть живое видео. Я почитаю больше не виртуального аватара видеть, где-либо виртуальной реальность, а живых людей. И, наверное, вот эта основа, наоборот, стену сломать экран, чтобы почувствовать наиболее какую-то близость к коммуникации, это вот моя миссия, я считаю. Мы там обозначали, помнишь, я хочу производить именно лайфинг, контент, VR, и в этой индустрии стать экспертом в ближайшее время. А почему вообще, как ты думаешь, вы пришли к VR? То есть как этот путь произошел? Я так понимаю, что VR – это реально сейчас твоя стратегическая задача. То есть это какой-то интересный эксперимент в твоем развитии, как производителя контента, грубо говоря, и человек, который продвигает. Абсолютные у нас были уже опыты съемки 360, концерты и так далее, но я понимал, что чего-то не достает. Очень сильно помогла в этом плане книжка Антона Уткина, специалиста-решиссера России, единственный, кто написал учебник по VR «Белое зеркало», всем рекомендуют, ее можно купить в наших магазинах. Это реально первая книга на русском языке о виртуальной реальности, даже американским коллегам сейчас советую, чтобы ее переведить. Потому что там есть очень многие моменты, все варианты развития сюжетов, разветвления. Именно тематика иммерсивного кино обыгрывает иммерсивный театр в виртуальной реальности. И на самом деле тема виртуальной реальности пришла еще 3-4 года назад. Я понимал, что я уже буду работать в этой деятельности очень плотно. Еще тогда были первые шлемы, проявились, наверное, в Казахстане, потому что я погрузился, я вот опнулся в мир, вселенную. И очень понимаю, что в основном обучение, начиная от ремонта каких-либо двигателей, заканчивая медициной, проведение сложных операций, все это будет обучение через виртуальную реальность, через мир, который будет создан для стимуляции этого всего. Ну, не секрет, что ни для тебя, ни для меня, что B2B уже нормально зарабатывается. Идет монетизация для таких компаний, как в том числе твоя, когда идет обучение через VR. Хочется это вводить на более массовый уровень, хочется уже верить индийским коллегам, то, что вот я скоро станет именно вот такими очками и Oculus именно вот в такой модели придет, где мы нажимаем кнопочку и все будет в виртуальной реальности. А дальше дело за производителями контента, и мне сильно обидно, будет и уже обидно, что треша пока больше, чем настоящего реального продукта, который хочется видеть. То есть пока все ограничивается большей частью игрушками, зачастую тупыми игрушками, стрелялками, а мне хочется реальной жизни и хочется показывать. Ну, особенно travel. Travel одна из самых такая для меня чудесных сфер, куда хочется подать. Ну и, например, там как идея концепта, которая позволит уже технологии больше 4G, 5G очень стильный и хорошо. Когда будет транслятор и передача, то есть однозначно будут нить и рынки, когда можно будет за определенную сумму денег или вознаграждение купить автора, который ради тебя вот так вот будет транслировать тебе прям в мозг, можно сказать, то, что ты пожелаешь. Забрать на эверет, позавтракать с Паррис Хилтон, сделать то, что ты хочешь. Потому что, ну, многие люди либо не осмелятся, либо никогда в жизни их не произойдет. И вот этот такой эксклюзивный продукт нам тоже будет иметь место быть. Ну вот, примерно такие взбалмошные идеи пока безумные приходят в мои головы. И такая стопочка, уже книжка накопилась. И мы потихоньку выбираем, как ты посоветовал, 10, которые надо воплощать здесь и сейчас. Круто. Слушай, а если уходить немножко к бэкграунду, связанным там с YouTube, с производством контента, с телеком, вообще, какие там, может быть, были у тебя интересные проекты и, ну, почему, как бы, какую логику интересно было бы проследить. Видимо, что в этих форматах ты не нашел достаточно какого-то погружения, да, для человека, почему ты двинулся в VR. но, тем не менее, как бы, там тот же YouTube смотрит миллиарды людей, да, и кажется, что это тоже рабочая история для коммуникации, для интертеймента, для каких-то, для проведения времени, да, грубо говоря. Можешь, пожалуйста, поделиться какими-то своими мыслями на эту тему, что тебе там нравилось, например, и что сработало? Я буду открывать каналы, наверное, я также буду в компьютерах продолжать это делать. На самом деле, я бы не стал ни в коем случае разделять, но, это для меня одно и целое, это то же самое логичное продолжение видеопроизводства, как когда-то кинотеатры превратились в телевидение, то есть, на самом деле, как когда-то сначала было не море кино, теперь стало кино со звуком. VR – это лишь продолжение всех форматов, что мы имеем сейчас, особенно по видеопроизводству. один из ключевых кейсов, которые в прошлом году я уделил, которые меня вдохновили, в том числе, здесь, тоже можно похвастаться и показать, это Central Age of Talent, это формат по франшизе, который мы вели как партнеры, здесь есть очень ключевые, классные ролики, буквально благодаря оптимизации и пиарным подходом мы сделали некоторых из этих молодых талантов, известных на весь мир. Круто. Вот, например, очень классный кавер от Памерис Бекмузина из Астаны, если бы не угадали правильно по заголовку, по стендированию, по оптимизации, ну, был бы еще один из каверов. А если мы наберем Индила, кавер, вот сюда, или Дарнион Дансен, уже в поисковую сторону. Так. То она выйдет у нас где-то вот здесь, вот она на четвертом месте. То есть, в мировом поиске ее сразу обнаруживают и благодаря таким ключевым кейсам очень радостно за то, что она пробилась в итоге в финал. Потому что люди ее подъезжали, иначе без просмотров не было. То есть, это говорит о том, что многие видео в Ютубе на самом деле просто если выкладываются, без хорошей обложки, без должного подхода, без оптимизации, без вот этих тяных значков вокруг видео и аналитики, вот, они так и теряют. И наши блогеры-миллионы, с которых мы конфликтируем, с которых конфликтируют нас, они так утверждают, что 90% вашего успеха на Ютубе это ваша крутая обложка. И только 10% успеха это самое видео. На самом деле кейсов очень много. Можно раскрывать отдельно и бесконечно и по брендам, и по людям. Главное, что я в своей миссии вижу, это давать спертизу тем, кто хочет в Ютубе быть тем проводником информации полезной, что и есть у вас в голове. И не за популярностью, и вообще не ради денег, а за тем, что самый правильный трендовый формат сейчас на Ютубе это детеймент, образовательный, отвлекательный формат, который хочется давать людям. Просто пандемия наиболее актуальна, когда люди перестали уже только это физическое упражнение, наиболее правильно сейчас будет давать обучение, полковые, правильные, четкие советы, которые дадут определенный выход. Ну и, не знаю, наверное, вот так надо показывать, на самом деле. Вот в тренде Ютуб когда-то открывать и вот так вот смотреть видео, которые наши партнеры, которые обязаны нам и нашей компании. Той Думань, это австральный канал, таки, это веб-сериал, выстрелил недавно на миллионы просмотров. Так, вот чуть-чуть российского если хотим. Вот опять же Казахстан Ти Ви наши партнеры, корейские видео не имеют отношения, Крепень Карат очень сильный, крутой Ютуб-сериал, который буквально за время карантина набрал большую часть подписчиков, некоторые серии набирали у него по миллиону в день, кривичная ниша прям выглядит очень хорошо. И вот золотая кнопка Ютуба, сейчас золотая кнопка стремится сюда. Сериал снят на коленке, и большая часть бюджета, вы удивитесь, потрачена не на съемку, а на сценарий. При хорошем подходе, очень трендово и классно, можно за 15 минут делать крутые серии, вопрос, что съемка, оптимизация и так далее, это все уже механика. Если вы имеете хороший сценарий, который имеет действие, который редко в жизни происходит, это вот и есть 30 успехов, когда на YouTube народ вас удовольствием найдет. Как видите, тут вообще немного серии, всего 10. Ну и вот миллион подписчиков за 10. Круто, круто. Очень классные кейсы. Слушай, но получается, что тренды такие, что нужен качественный сценарий, что важен какой-то формат, может быть, обучения, то есть давать какой-то полезный контент пользователю, не только развлекательный. И что бы ты еще такого обозначил из того, на что следует обратить внимание, думая о запуске канала на YouTube вот сейчас? Я бы обратил внимание на профессиональные блоги. До сих пор много врачей, начиная от донтистов до хирургов, мы недавно ниши для медицинских брендов подбирали. Второй момент, профессионалы в целом в своих областях они до сих пор не на YouTube, это их в печенье. Хорошо, что в Instagram уже о чем-то говорят, диетологи, правильное питание, фитнес-тренеры, но свой YouTube-канал важен не только для того, чтобы клиентуры найти, диспетчат поток на полгода вперед, он важен для, в принципе, наследия этой информации, чтобы люди непосредственно даже следующие поколения черпали какой-то с этого, пользовались этим эффектом, потому что YouTube очень любит старые видео, как обычно, не теряет свою актуальность, если ты говоришь о математике, о каких-то законах физики, то же самое останется, то сделать наиболее качественно, начиная от рецепта, заканчивая какой-то бизнес-моделью, рассказом о ней, тот и высказывает. Понятное дело, что некоторые категории потеряют актуальность, но многие нет. Слова YouTube в целом это инструкции, как сделать то-то, как замесать галстер, как приготовить яичницу, как сделать, основать свой бизнес по шагам, и эти наиболее всегда будут актуальны, никуда не денут. Поэтому, если вы эксперт, профессионал в своей области, наоборот, не бойтесь делиться своими знаниями на YouTube, не думайте, что он будет невероятную ценность иметь. Все это и без вас уже есть. Вопрос в том, можете ли вы сделать лучше, а уже клиент потом придет, потому что всегда видится картинка же не целиком, а вот кусочком. Если это канал бизнесмен, то там вот тут бизнес-план, вот тут шаги, вот тут работают в гугл-ферии. Если вы бизнес-консультант, то, скорее всего, человек, увидев это, не будете изучать весь ваш YouTube-канал или пойдет в Instagram все по кусочкам. Может, один процент будет, такой видеть ли вы сам, думаешь, он научится чему-то про YouTube. В первую очередь, он просто обратится к вам за комплектацию, тем самым бизнесмен будет работать на продажу. Вот у нас девочка, например, старты продает через YouTube. Супер Кременчик, уважаю ее. Сейчас покажу. Супер Кременчик, девочка в платочке, вот видно по обложке, какая она правильная, и вот благодаря ее кондитерским рецептам, квасным обложкам, рецепт кто-то в Upify если быть конкретнее, она прославилась всего за два дня в нашем YouTube, начала сразу же на стагане продавала тротики, теперь у нее через YouTube тротики продажи на два-три месяца вперед, вообще другая сидя, потому что находит куда лучше. Слушай, а вот если говорить про производство контента, допустим, возьмем на моем примере, мне очень полезно будет какой-то совет услышать, можно даже отдельно с тобой пообщаться, мы вот продвигаем тему нетворкинга, и кажется, что под твое определение, что в какой-то сфере я обрел экспертизу, есть люди тоже с экспертизой в разных сферах, можно делать контент для YouTube, вообще с чего начать сценария, с правильного какого-то видеопродакшена, найти команду для монтажа и для упаковки, или же сосредоточиться на продвижении в YouTube, правильно подбирать теги, слова писать ключевые, с чего бы ты рекомендовал начать, и вообще сложная ли эта задача, большая ли команда нужна, чтобы развивать свой YouTube канал? Команда нужна как минимум пою специалисту, это человек, кто будет снимать и говорить, второй, кто будет это все монтировать, делать, складывать, оптимизировать, продвигать. У второго, конечно, задач на самом деле больше, желательно все в одном по второму человеку. Ну вот я просто я набрал Higai, я вижу, что первый твой, но если я наберу нетворкинг, то выйдет очень много других каналов, а Higai я не найду. То есть именно по той теме, которую ты продвигаешь прежде всего, тебя не находят. Значит, нужно, чтобы находились. Прежде всего как раз и есть симметическое видео, основная тема, который канал, я так понимаю, двигает, соответственно, надо, чтобы ее оптимизировали и больше видео на эту тему нужно. Вот в каждом, в каждом выпуске видео так иначе затрагивать, именно в заголовке страгивать. Ну и может быть Павел Higai как название канала добавит, что лучший канал на нетворкинге уже по-другому, уже другое позиционирование, не тот, что ты. это раз. Второй момент посмотреть вообще на ключевые темы, видео, которые приносят уже посмотреть на твойке для интервейсов. Ну тут немного, конечно, просмотров. Да, мы вообще, кажется, просто выкладывали то, что было. Ну вот, где-то с поисками идут люди, значит, идут на нетворкинг соло, или на интервейс соло. Я надеюсь, на твойкинг. Соответственно, понять, откуда идет для видео на эту тему сделать, делать, делать. То есть основа одна из ключевых YouTube, это даже не тренды, которые думают, как же туда попасть, и даже не поиск, куда думают, как бы по семантике попасть, а похожие видео. То есть делать видео у себя и конкурентов на похожие темы, и чистую адаптацию уже по то, что ищут, угадывать про рейс-повый спрос, делать свое предложение там самое контентное, и рано или поздно канал добьется своего. То есть, например, интервью со мной бы на YouTube звучало, как продвижение на YouTube, как четкая тема, которую ищут. Например, я бы оптимизировал видео наиболее тонко и тщательно, как открыть компанию в США, у тебя есть героиня, которая об этом рассказывает. То есть, только как заголовка ничего нет. Ну и для этого уже провести работу над этим видео, чтобы это точно выставило, где-то вложить форматы, которые потребованы на YouTube, рекламе, видеодискавер, есть такая сайт в ВСК, где можно рекламировать свой тип контента и тоже получать просмотры. Хоть какую-то долю нужно дать хотя бы тысячу просмотров каждому видосу, чтобы YouTube начал тебя сам показывать, сам продвигать, потому что алгоритмы YouTube, они просто неисповедимы, они еще меняются каждые 2-3 недели, а любое угадывание алгоритма грязится чем? В том, что поменяется алгоритм, поэтому я не могу рассказывать в своих оферах. Чего я не скажу, записывайте на компетенции. Рабочая история. То есть, в принципе, речь идет о том, чтобы системно подходить к изучению алгоритмов текущих, создания контента и упаковки его в соответствии с какими-то правилами, и попытка попасть в это окошко и рекомендуемое видео, грубо говоря. Важно понимать, как работает YouTube. Если вы не написали недостаточно заголовки или описание, о чем вообще, что представляет оборудование, то вряд ли его найдут. YouTube умеет и слышать, и понимать, что на обложке написано, что внутри аудио говорит, но это не панацея. Важно собственными силами, прежде всего, по всем соцсетям, через тех самих спикеров продвигать этот контент и тогда, когда первая порция просмотров наберется, YouTube начнет сам его замечать. для такого нового канала нужно месяц отлить, чтобы YouTube дерифицировал его, потому что действительно его стоит, достоин большинство показывает. Если мы берем такой канал, который меньше тысячи подписчиков, то в первую очередь нужно через рекламу его немножко двигать. Немножко. На тысячу долларов в месяц максимум. Слушай, а вот такой вопрос. Есть контент условно такой YouTube то, что ты называешь инструкции, а есть контент ну допустим всякие интервью, например Дудя возьмем. Дудя он сам по себе создает тренд, то есть он там делает интервью. Это за счет чего? За счет того, что он собрал подписчиков и уже медийниц какой-то обрел? Или YouTube также такие вещи как-то учитывает при рекомендует. Как это работало изначально? То есть путь не был сильно известным, его первые выпуски были посвящены либо персонажам очень забытым, либо известным. И те и другие естественно о себе в соцсетях говорили. Первая порция, когда ты сам делаешь что-то достаточно хайповое, с медийной личностью важно договориться с ними, чтобы они тоже продвигались. Важно привлечь максимальное внимание к своему контенту. Когда ты делаешь первый выпуск на своем нулевом канале, максимум внешних источников запустить возможности, чтобы продвинуть свою тогда ютуб уже поддерживает. Ютуб любит, когда на него ссылаются из других сайтов, порталов, соцми, тем более. Естественно в суть это все умел изначально. Это уже пиар стратегии, которые важно учесть, важно уметь. и потом уже когда вот эта вся история хайповая проходит, ты уже сам становишь отренцетером. И наконец Дудь приблизился к начальной своей цели продвигать авторов, которые никто не знает, как даже новые люди бы проект или на пиатрах бы появился. Делать свои документальные фильмы. И вообще нести месседж людям, что такое хорошо, а где-то что такое плохо. Показать себя во всей кресте. Это классно, что ему это удалось достаточно быстро. Многим не удается вообще, многие теряют хватку. Многие просто дойную корову ловят. Многие авторы миллионов с этим сталкиваются. Один известный блогер говорит, ну я делал интервью, тревел шоу, очень классно получалось, но моя дойная корова, мои обдорчики, я вернулся к ним, потому что те приносят деньги, а это не приносит. Ну так бывает. Ну то есть еще важно попасть в аудиторию, так чтобы на какой-то хайповую историю запомниться, чтобы она стала лояльной, и потом развивать лояльность аудиторию через контент свой, да, какая-то такая стратегия получается. По поводу интервью я добавлю в серверх, определись, кто ты сам, насколько ты интересен людям, насколько твоё мнение интересен людям, чтобы не похоже быть на серую массу журналистов, которые умеют якобы брать интервью, вообще это, друзья, интервью это сложно назвать, беседа, навалом и без тебя, может не стоить в эту нишу, становиться очередным людям, неважно в какой стереи, может стоить подумать, кто ты есть, чем ты хочешь поделиться, если у тебя собственное мнение, или ты этот опыт спрашиваешь вот этого большого окружения, он твоим переходим. Знаешь, более бизнес-интервью, я, конечно, не хочу свой бизнес, но в будущем, поэтому я сейчас прохожу по всем бизнесменам, спрашиваю их опыт, наберу кучу интервью хайпа и популярности, а потом буду делать свой бизнес. Классно. Насколько интересно вообще, увлекательными будут эти интервью, когда человек без опыта приходится и спрашивать, а это как это, как это, а, ну да, классно. Такое каждую неделю такие запросы, которые мне отцовывают. Пожалуйста, мальчик, себе динфтазы сиди, научись сначала чему-нибудь, не знаю, давайте на баяхолке хотя бы. Круто, хорошо. Слушай, ну интересно, очень правильные мысли, мне кажется, ты как-то стратегически на это смотришь уже с уровня опыта своего. Слушай, давай, наверное, последний вопрос на сегодня, такой, знаешь, он двойной про нетворкинг, чем бы ты хотел или готов поделиться своей и моей аудитории, которая нас смотрит, и какой у тебя запрос, в принципе, может быть, про VR или не про VR, если ты сформулируешь, чтобы те, кто нас слушает, может быть, кто-то тоже откликнется. Все очень просто, я рад любому общению с любым людям, которым интересен я. Я могу консультировать с теми YouTube, видеопроизводство, продюсирование больших и маленьких YouTube-шоу. Это моя стезя, это моя миссия в этом мире дарить эмоции людям и направлять людей на правильный путь, а не на трешки на зарабатывание денег в YouTube. Это важно. Второй момент, мой запрос, это тоже видеопроизводство, все подписчики, что имеют отношение к продюсированию, к видео. Это тоже мне очень интересно пообщаться, обогатиться этими связями. Ну и виртуальную реальность само собой. Даже люди, кто единомышленники в этой теме, давайте дружить. Потому что нас мало в этом мире вообще. Сколько мы в этом мире ваше? Пару десятков тысяч человек и все. Это мало. И то это разрозненные маленькие сообщества по миру. Я тебя с индусами познакомил, человек, который курит бамбук у себя на вилле и рассказывает о VR. Это прям вдохновляющая история. Давай, супер. Я, кстати, вспомнил, я, по-моему, тебя не знакомил. Нам в сообщество заходил мужчина, который снимает иммерсивное кино. Как зовут? Игорь Михайлузь. Мы тебя не знакомили? Во вторник уже кого-нибудь познакомились. А, уже познакомились. Ну, короче... Во вторник. В следующий вторник знакомились. В следующий вторник. Да, интересные очень ребята. Они с разными крутыми авторами договорились об экранизации с Пелевиным, с Акуниным. И они вот именно смотрят в сторону иммерсивного кино. Интересно будет потом твое мнение услышать, потому что они давно что-то там разрабатывают, и плеер у них есть куча договоренностей. Вообще интересно, насколько это перспективная тема. Обязательно. Тема-то перспективная вопрос, кто ей будет сейчас пользоваться. Я думаю, сначала, знаешь, что произойдет? Что сначала иммерсивное кино будет в иммерсивных кинотеатрах смотреть. То есть мы также заходим в зал, надеваем очки, потому что это еще будет дорого. Но погружаемся уже в 360 монтажер, там не знаю, метры слева, метры справа для эмоционального действия, с этим взаимодействуют. Скорее всего, эта концепция более имеет место быть, чем этот гаджет в тебе дома появится. Мне так кажется. Может быть. Слушай, я, если честно, пока не то чтобы не верю в VR, пока устройства настолько не дают такого погружения глубокого. То есть контент классный, но это как условно, если сравнивать приставку и игру в футбол. Ну, это совсем разный опыт. Совсем разный опыт. Я, конечно, жду где-то, может быть, года полтора-два, чтобы устройства сделали большой какой-то шифт. Кажется, что за этот период они могут очень сильно выстрелить. И просто ты визионер, ну, я так тебя понимаю, и условно тебе пока, ну, тебе все равно, есть это еще или нет, ты уже знаешь, что это будет. Ты уже там. Да, ты уже там. Вспоминает будущее. А я, видимо, больше в этом плане бизнесмен, что пока этого нет, я суетиться, ну, прям активно, не готов, ну, я имею в виду инвестировать свои ресурсы, потому что, наверное, для венчурного инвестора, допустим, для него самый критичный критерий это тайминг, то есть нужно войти в отрасль очень вовремя. Ну, я считаю, что мы вошли в отрасль тем, что начали инвестировать в корпоративную разработку, у нас уже копится компетенция, ты знаешь, как тапочки поставил, что когда эта история выстрелит, мы уже будем с точки зрения компетенции абсолютно готовы. Да? Да. Но пока... Я переживаю эту же историю, я бы сказал. Мне не пройдется, и в битабиринок придется и заходить. Мы там сейчас, кстати, очень классный стартап с ребятами по VR обсуждаем, недавно у нас созрел как концепция, у Юры это больше была идея про аналитику, а сейчас мы решили, знаешь, что с ним сделать? Вот есть такое направление, продукт менеджмент, когда ты общаешься с клиентами, узнаешь, что им нужно, и исходя из этого обратной связи делаешь продукт. И мы подумали, что вот есть ниша чего-то визуального, допустим, архитектура, дизайн. Здесь как бы ты не можешь, я не могу прийти к тебе и сказать там, слушай, вот сейчас представь, что здесь будет вот такая-то картина, в смысле, покажи мне эту картину. И вот мы подумали, что можно начать с разными дизайнерскими бюро, исследовательскими, работать, создавать им продукт, где они могут виртуальные пространства очень быстро какие-то генерить и одевать очки их потенциальному потребителю и через аналитику движения глаз, головы, эмоций, может быть, каких-то, отслеживать, случается ли отклик. И если случается, то эта разработка уходит в производство. Потому что сейчас кажется, что если ты работаешь с чем-то материальным, не знаю, новую плитку придумал там какого-то цвета, тебе надо ее произвести хотя бы тестовую партию, привести клиенту, ну, если ты... Да, не фокус группы, соответственно, можно ТНС закрывать. Да, 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 то есть вот именно в области исследования, то есть мне не хочется двигаться в сторону повышения продаж через виртуальную реальность, типа вот мы сейчас сделаем вам так же, как в реальности. Нет, как в реальности не будет. Все равно бы ты приехал в шоу-рум, посмотрел там на диван, и ты принимаешь так решение. Но если этого дивана еще нет, и у тебя есть 250 опций, какой диван может быть, возможно, тебе полезно было бы их отрисовать в 3D. Просто с компьютера это тоже непонятно. Но если ты одел очки, и ты быстренько увидел все эти, потенциально эта обратная связь может быть ценна для компании, они готовы будут за это платить, потому что они кучу денег сэкономят, и выпустят продукт более востребованной аудитории, основанный на фактах и анализе. То есть вот мы вот эту аналитическую историю думаем переупаковать больше в концепцию продукта, который конкретную бы задачу решал. Это однозначно решить момент. Интересно, когда в виртуальной реальности добавится запах и вкус вообще идеально? FMTG рынок будет пользоваться полностью. С удовольствием. Такие пробники тебе приходят, только вот эти на самом деле вообще не в бутылочках, а в проберечках. Но ты очки одеваешь, а бутылку пробуешь. Да, слушай, запах, тактильные штуки, это, по сути, это называется все дополненной реальностью, это потихонечку уже какие-то микропродукты появляются в этой сфере, кто там и запах пытается тебе сымитировать. И даже ощущения, мне кажется, через какие-то перчатки, которые электростимуляцию делают. Это все, в принципе, уже в разработках есть. Спасибо тебе большое за время твое, за классный эфир. Хорошего тебе вечера. И тебе, Баш. Счастливо. Всем пока. Пока-пока. Счастливо. 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 Счастливо.